Мы построили часть нашей организационной диаграммы с использованием области текста, о чем было подробно рассказано в видео 2. Построение организационной диаграммы с помощью области текста. Чтобы закончить диаграмму, давайте попробуем воспользоваться меню «Работа с рисунками SmartArt», которое появляется при нажатии в любой области диаграммы. С помощью вкладки «Конструктор» мы закончим диаграмму и применим стиль и цветовую схему SmartArt. Нам по-прежнему необходимо добавлять людей в соответствии с их подчинением руководителю. Начнем с того, что выберем руководителя Марту Артемьеву. Затем нажмите кнопку со стрелкой «Рядом с меню добавить фигуру» и выберите «Добавить фигуру ниже». К имени Марта Артемьева будет добавлена подчиненная фигура. Кроме того, макет диаграммы будет автоматически изменен. Фигуры руководителя теперь разделяются на левую и правую ветки. Они были связаны вертикально. Разветвление помогает построить диаграмму горизонтально, добавляя фигуры. Чтобы добавить еще одну фигуру в группу Марты, оставьте новую фигуру выделенной. Нажмите кнопку со стрелкой «Рядом с меню добавить фигуру» и выберите пункт «Добавить фигуру после». Повторите эти действия для всех руководителей. Выберите руководителя, нажмите кнопку со стрелкой «Рядом с меню добавить фигуру», выберите пункт «Добавить фигуру ниже», а затем «Добавить фигуру после», чтобы добавить еще одну фигуру в группу. Мы добавили все новые фигуры для каждого руководителя. Теперь давайте добавим имена и названия должностей. Увеличим масштаб для более удобной работы. Выберите фигуру и введите имя, нажмите клавиши «Shift» и «Ввод» для перехода к новой строке, а затем введите название должности. Мы ввели все имена и названия должностей. Можно вернуться к прежнему масштабу. Теперь, когда мы построили диаграмму, можно уделить больше внимания ее внешнему виду. Например, если бы под каждым руководителем было бы больше имен, диаграмма была бы слишком высокой. Давайте увеличим изображение. Чтобы изменить макет этих высоких конструкций, выберите фигуру над группой, которую необходимо изменить. В данном случае с именем Марта Артемьева. Затем выберите пункты «Макет» и «Все», чтобы распределить ветви фигур по обе стороны. Выполним это для всех групп, построив диаграмму горизонтально и освободив больше места для фигур внизу. Увеличим изображение и посмотрим, как можно переместить фигуры в диаграмме. Если вы хотите разместить Марту и ее подчиненных справа от группы Артема, нажмите «Марта Артемьева» и кнопку «Вниз». Повышать и понижать фигуры можно и другим способом. Допустим, Александру Воронову, которая является подчиненной Артема, повысили до руководителя. Выберите Александру и нажмите кнопку «Повысить уровень». Александра переместилась на уровень руководителей, но ее коллега, инженер Кирилл, теперь подчиняется ей, а не Артему. Допустим, это правда, и Артем на самом деле переходит в другой отдел. Можно выбрать Артема и нажать клавишу «Делит», тогда диаграмма будет верна. Но если Артем остается на своей должности, а Кирилл по-прежнему подчиняется ему, лучше повысить Александру следующим образом. Выберите Артема, нажмите кнопку со стрелкой «Рядом с меню добавить фигуру» и выберите команду «Добавить фигуру после». На уровне руководителей, рядом с именем Артем, появится новая пустая фигура. Затем удалите данные Александры и введите ее имя и название новой должности в новой фигуре. Оставьте предыдущую фигуру Александры незаполненной. Диаграмма закончена. Теперь вставьте текстовое поле для заголовка слайда. Давайте немного увеличим диаграмму. Нажмите, чтобы выделить ее. Наведите указатель на уголок, а затем потяните за двустороннюю стрелку. Чтобы разместить диаграмму по центру, нажмите кнопку «Упорядочить» на вкладке «Главное». Наведите указатель на пункт «Выровнять» и выберите команду «Выровнять по центру». Чтобы выбрать стиль для диаграммы, перейдите на вкладку «Конструктор» в меню «Работа с рисунками SmartArt» и примените стиль SmartArt. Каждый стиль будет показан в предварительном просмотре, если навести на него указатель. Может, этот — сильный эффект? Затем щелкните пункт «Изменить цвета» и выберите цветовой стиль. Цветовой стиль отображается в предварительном просмотре, если на него навести указатель. Если вы хотите вернуться к изначальному виду диаграммы и начать все сначала, нажмите кнопку «Восстановить рисунок». Использовав макет SmartArt и различные рисунки и стили SmartArt, мы получили четкую оригинальную диаграмму, создание которой принесло нам массу удовольствия. Чтобы узнать больше, загляните в сводку курса и поэкспериментируйте самостоятельно.